Туда эти трофеечки попались. Туда этот дикострайкер вкусненький на залет. Пошла движуха. Так, ну что, смотрим на реализацию дикострайкера, ребятки. С трофеями. Смотрим на реализацию. 500 скрита, почему так мало? 500 скритика залетела. Что-то копейки какие-то залетели. Какие-то копеечки. Надо брать сразу фрезаж шоковый, ребятки. Против такой комбинации. Сразу фрезаж шоковой заморозкой. Ну и сводка довольно быстрая, если честно, у страйкера. Прям такая хорошая. Довольно быстрая, наверное... Она во сколько? В два раза, да? Быстрее сводка. В два раза быстрее сводочка. Контентик такой. В два раза быстрее. Еще и дистанционка. Жестко. Жестко-жестко. Ну тут, как говорится, только брать какого-нибудь твинца с пульсаром, знаете? Берешь твинца с пульсарчиком и проверяешь на прочность этот диктатор. Единственная проблема только этого трофея, то что там оверка копится намного дольше. Так, конечно, выглядит вкусно. Вкусненько, вкусненько. Да, и ракеты тоже летят быстрее. Это тоже заметно. Это тоже заметно. Ну ничего, совсем скоро пообщаемся с Давидом. Есть к нему вопросики по поводу его вот этого всего пути. Будет очень интересно, что он скажет по этому поводу. Он скажет по этому поводу. Какие у него мысли по поводу его дико-страйкера и набития всего. Под доставочку не ворвали. Анлаки. Анлаки, анлаки, анлаки. Так, есть доставкин первый. Неплохо. Плохо. Мячик. Быстрому. Ну я бы, конечно, хотел бы все равно. Но в теории страйкера бы хотел бы. Ну, конечно, 5 лямов бить на него это супер много. Но дистанционочка, вы знаете, да, как я к ней отношусь. Дистанционочка, конечно, была бы вкусная. Была бы вкусная. Дистанционочка. Такая бы хорошенькая подврывала бы. А если бы еще бы у трофея была бы защита от овердрайва 50%. Представляете, что было бы тогда помимо иммунок от статус-эффектов еще бы сверху была бы защита, например, 50% от овердрайвов. это было бы очень сильно. Это было бы много. Даже не то, что много, жестко было бы. Очень жестко. пробуем ворвать. Пробуем. Не, ну здесь просто разбирают ребяточки в салатик. Сейчас ручку сделаем. Артемчик уже на хоппере врывает. и доставка. И доставка есть. Так, конечно, выглядит очень круто вот эти вот значки дико страйкера. А, не, не доставил. Значки на устройство в целом выглядит прикольно. Необычно. Очень необычно. И это, по сути, первый человек, который получил два трофея сразу. Да, то есть, если тот человек, который с Лайер Курт, он получил только один трофей на пушку, то Давид получил сразу еще и на корпус. То есть, по сути, это первый трофейный корпус в игре вообще, в принципе. первый трофейный корпус в игре. 5-0. Прикольно. Прикольно. Шарелла залетает. Процентов аудишки. Мамонт просто чисто врывает под доставочки вкусненькие. Палом делает. Точка закатана на лотницу. Еще попробуем овердрайв прожать. Попробуем это удержать. как-то так, как-то так. Прикольно. 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 по-акційственному рыбалку. Прикольно. Продолжение следует...